Так, друзья, всем привет, на связи Александр Юнюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе. Начнем мы с американского доллара, ведь много внимания будет прикуда как раз таки к американской валюте. В вторник выходят данные индекса потребительских цен, ожидаются небольшое снижение, но если будут сюрпризы, то будет интересно. Напомню, что ФРС сейчас в основном смотрит как раз таки на индекс потребительских цен и на инфляцию в целом. Это основная цель, что побороть в этом году. И если инфляция действительно снижается, это дополнительный спрос по американскому доллару. То есть и шартовые позиции будут закрываться, что даст импульс, и дополнительный спрос со стороны тех, кто хочет поучаствовать в покупке активов, которые номинированы в американских долларах. Потому что для этого нужно для начала купить американские доллары. Таким образом спрос на доллар в моменте резко вырастет. И это приведет к импульсному движению к уровню объема за сентябрь 2022 года. Это как раз и максимум за текущий фьючерсный контракт. Хочу отметить, что открытый интерес в последнее время снижается при росте цены. До этого цена снижалась и по чуть-чуть открытый интерес где-то подрастал в моменты обновления локальных минимумов. Что говорит нам о том, что с большей вероятностью накапливали шартовую позицию и сейчас от нее избавляются. Хорошие данные по инфляции будут бустом для американского доллара. Плохие данные, то есть либо останется инфляция индекс потребительских цен на тех же уровнях, либо даже вырастет, как к примеру сегодня в Швейцарии, то тогда американский доллар уйдет еще дальше вниз и продолжит текущее нисходящее движение. Европейская валюта на этом фоне чувствует себя более-менее, то есть остановились вблизи предыдущих минимумов. До этих минимумов еще есть куда падать, поэтому для добора лонговой позиции я вижу смысл дожидаться все-таки коррекции к уровню объема за июнь 2022 года, либо к области, ну что плюс-минус одно и то же, к области предыдущего минимума. Чтобы собрать вот эту стоповую ликвидность, здесь формировать хорошую точку входа в лонг, реализацию рыночного предложения, чтобы вышли те, кто уже заходили, сидели в лонгах чуть где-то повыше с большими плечами и после этого уже погнать цену дальше вверх, потому что тот фактор, который влиял до этого, это разница в процентных ставках, он и будет продолжать влиять. ЕЦБ и дальше планирует еще более жестче повышать процентную ставку, нежели ФРС. По открытому интересу, здесь мы видим, что в последнее время на снижении цены открытый интерес по чуть-чуть начал снижаться, да, то есть мы видим, что обновили максимум, установили максимум по открытому интересу и дальше по чуть-чуть цена снижается и открытый интерес тоже падает. Это нормально, то есть это говорит нам о том, что текущее восходящее движение, оно здоровое, все окей, это просто коррекция пока что. Дальше у нас швейцарский франк, здесь в принципе ничего не поменялось, плюс-минус, как и в европейской валюте, просто динамика чуть более медленная, да, но в целом движение идентичное, как и у евро, так и у швейцарца. Вышли данные по индексу потребительских цен и за прошлый месяц инфляция в Швейцарии чуть-чуть подросла, что говорит нам о том, что действия монетарных властей пока не такие эффективные. Скорее всего они также ставку будут еще повышать по полпроцента несколько раз для того, чтобы победить инфляцию, ведь она даже не снижается. Не то, чтобы, ну, там не растет еще, она растет, да, а это плохо, потому что на текущий момент основной целью центральных банков является победить инфляцию. Австралийский доллар и новозеландский доллар в принципе чувствуют себя плюс-минус одинаково, открытый интерес по чуть-чуть снизился, но, как мы видим, на момент пятницы он начал по чуть-чуть возвращаться дальше вверх. Снова пришли покупатели. Я считаю, что эти две сырьевые валюты будут чувствовать себя хуже остального рынка, особенно в моменты, когда американский доллар двинется вверх, то эти валюты смело будут обновлять свои локальные минимумы. И коррекция здесь будет более глубокая, чем у европейской валюты за счет того, что здесь меньше институционального спроса. То есть до этого мы видели, когда сот-отчеты еще выходили, мы видели, что фонды не так активно покупают эти валюты, как европейскую валюту, да, и таким образом здесь будет больше люфта для снижения. Поэтому по австралийцу и новозеландцу лонговых позиций я пока не планирую, учитывая то, что еще и австралиец закрепился ниже основной лимитной области поддержки, да, и пока он здесь, лучше для лонгов выбирать те активы, которые более сильные. На текущий момент это евро, это, ну, швейцарец с большей вероятностью в том числе, но пока не австралиец и не новозеландец. По ним будет отдельный разговор чуть позже. Дальше у нас канадский доллар, который показывает силу по сравнению с австралийцами и новозеландцами, да, те снизились существенно со своих локальных максимумов, а вот канадец держится, держится над уровнем объема за июнь 2019 года, и вот эта область, которую мы обозначали ранее, где был дикий спрос со стороны и рыночных покупателей, по объему и по количеству этот уровень до сих пор держится. То есть при подходе цены к этому уровню мы видим всплеск покупок каждый раз, вот что говорит нам о том, что пока что есть интерес участников держать цену в диапазоне. То есть здесь они покупают, чуть выше фиксируют результат, да, по той причине, что когда так много, так агрессивно покупают, они не рассчитывают на супер крутой восходящий тренд, нет. Они рассчитывают на то, что цена сделает отскок, движение вверх на какой-то неэффективности либо новости, и там уже можно будет по чуть-чуть фиксировать. Но в конечном итоге, как бы здесь ни торговались, это все выльется в то, что будет импульсный пробой этого уровня, да, то есть вот эта область будет пробита импульсно, и мы увидим яркое, нисходящее, резкое движение после прохождения этих цен, по той причине, что этот уровень много кто видит, да, и будет ставить за этот уровень стоп, и, соответственно, движение цены вниз от этого стопа на закрытиях этих стопов приведет к импульсному движению. Поэтому пока что по канадцу вот идея работать на пробой при приближении к этой области. Конечно, можно и сейчас набирать эту позицию, но не факт, что там нефть в ближайшее время не вырастет, либо ставку они решат не поднимать, а стимулировать экономику, но что-то в таком ключе. Возможно, те, кто сейчас много закупают вот в этих областях, они что-то знают и формируют свою позицию под эту информацию. Поэтому здесь нужно четко действовать по факту. Когда цена подойдет сюда, вот тогда нужно будет и принимать торговые решения. Британец также слаб. Мы видим, что в последнее время открытый интерес на снижение цены начал активно расти. Это нам говорит о том, что накапливают шорт-позицию. И учитывая слабость британского фунта на таком диком рыночном спросе, я считаю, что мы дальше покатимся вниз, потому что много покупают, цену не двигают вверх практически. Это нам говорит о силе лимитного спроса. Лимитного, извините, силе лимитного предложения. И если они не могут разобрать это лимитное предложение, то с большей вероятностью в какой-то момент кто-то перестанет покупать. И таким образом цена достаточно резко провалится под локальный минимум, под минимум текущего фьючерсного контракта, учитывая еще и то, что накапливают позицию. По японской иене пока ничего интересного не происходит. Крипта в том числе произошли коррекции вместе со всем рынком, на всплеске спроса на американский доллар, на закрытие шортовых позиций по баксу. И крипта в том числе просела вместе с другими рисковыми активами. И я хочу сказать, что здесь достаточно много проходит контр-атак, особенно вот там эфириум, лайткоин, по альтам, там контр-атаки в том ключе, что много продают по рынку, а потом еще больше выкупают, да, и цену при этом сильно не двигают вверх. То есть лимитные предложения сильные, но спроса много. И в какой-то момент этот спрос, он удовлетворит лимитные предложения. Поэтому по крипте еще не все, еще не конец. Будем смотреть за инфляцией. Конечно, плохие данные по инфляции в Штатах приведут к тому, что биткоин еще больше снизится, но здесь основная область, вот как раз она уровнями объема и обозначена. Это 2500, 21200. Да, в этой области было сосредоточено много спроса. Могут кольнуть, чтобы закрыть вот этот гэпчик, но в целом я жду цену чуть-чуть вот тут, и можно будет продолжать лонговую историю. Нефть, put option от американского правительства работает. Чем ближе цена подбирается к отметке 70, тем больше рыночного спроса мы видим. Вы только посмотрите на вот эти свечные дельты, которые нам указывают на то, что при подходе цены ниже, ближе к отметке 70, здесь включаются уже рыночные покупки. И пока что это будет работать до момента, пока Штаты не накопят свои стратегические резервы. Золото. По золоту интересную идею можно сформировать так. Золото растет на ожиданиях по росту инфляции. Сейчас пока что ожидание, что инфляция будет снижаться. Но если данные выйдут хоть какие-то не очень окей, это просто один из четырех последних месяцев, что инфляция не снизится. И если данные выйдут нейтральные либо плохие, то для золота это будет хороший буст. Я считаю, что можно как раз-таки поработать на внутренних графиках, ближе к выходу данных, либо сразу в момент выхода данных, наблюдать за ситуацией и тогда уже принимать спекулятивные решения. Потому что среднесрочно пока не комфортно покупать. Более комфортно будет покупать в районе отметки 1820-1830. Вот где-то здесь, где у нас существенная поддержка была. Мы видим, что ретест произошел удачно, все успешно тестировали и пошли дальше вверх. Поэтому на снижение среднесрочную позицию можно еще чуть взять. Так как в ETF-фонды деньги по-прежнему по чуть-чуть, по чуть, да и вливают. А ETF-фонды в золотодобытчики. Ну и, соответственно, кто-то берет аллокацию на рынке драгоценных металлов, конкретно в золоте. Продолжает ее держать. Поэтому я считаю, что по золоту среднесрочное движение еще мы можем увидеть дальше вверх. Но давайте дождемся данных по инфляции, ведь они здесь действительно важны. Китай возобновляет свою работу, стимулирует экономику и как раз медь подошла к основной лимитной области поддержки. Здесь я вижу смысл покупать медь. Это среднесрочная покупка с расчетом на то, что в ближайшее время все-таки Китай запустится по полной. И, ну, сот отчетов нет, поэтому мы не знаем, что делают крупные чуваки. Так, дальше у нас газ. По поводу газа. Здесь интересная уже ситуация. Если посмотреть на внутридневных графиках, мы видим, что много на минимумах продают, а цену не продавливают. Да, вот мы видим, что много продают как раз в минимум. У меня смущает... Ну, то есть здесь все выглядит лонгово. Как минимум не с точки зрения разворота тенденции, как минимум отскока и закрытия шортовых позиций, то есть на ликвидации шортов. Меня смущает два момента. Первый момент – это то, что много неподотчетных трейдеров было в лонгах. В таких ситуациях чаще всего, даже если актив должен расти, должен кому-то, то он не вырастет, потому что много спроса со стороны, ну, много лишних пассажиров. Институционалы лимитно продали им свою позицию, да, либо накопили шортовую позицию, а неподотчетные трейдеры ее, ну, взяли, да, у них лонговая позиция. Таким образом, что мешает крупным чувакам и дальше гнать цену чуть пониже до ликвидации. Это вот второй момент, и они как раз пересекаются, потому что вот эти все продажи, крупные продажи, которые были, они были, по сути, в диапазоне, то есть они не были на обновлении локальных минимумов. Когда происходит ликвидация? Вот вы представьте себе, вы накапливаете лонговую позицию, там день за днем, неделю за неделей, докупаете, докупаете, в какой-то момент у вас огромная позиция, и уже где-то там маячит мысль, что ну вот сейчас обновит минимум, буду закрывать. Да? Либо стоп сработает, либо брокер ликвидирует позицию, ну, что-то такое. Но это всегда происходит на обновлении минимума, это не происходит в диапазоне, а здесь продажи в диапазоне. И вот такой момент удастся, ну, выходят ли розничные инвесторы с этих позиций сейчас внутри диапазона, либо они все-таки будут ждать своей ликвидации, потому что по кумулятивной дельте мы видим, что больше продают. Это как раз минимумы на старших таймфреймах, и удалось закрепить цену выше. Да, здесь много лимитного спроса было вот в этой области, вот тут. И цену как раз удалось закрепить выше этого спроса. Поэтому я считаю, что в ближайшее время мы увидим сквиз по газу, да, и, возможно, в район как раз отметки 3, да, до уровня объема. Но, ну, посмотрим. Конечно, вот более логично, как по мне, более логично, это обновить минимумы, и чтобы там много продавали, потому что на предыдущем вот обновлении, установлении минимума, здесь больше покупали. Это закрытие, скорее всего, шортовых позиций. Но, значит, пока никого не ликвидировали, или как? Газ в последнее время супергорячий актив, поэтому внимательно слежу за ним, и планирую присоединяться к восходящему движению, если такое будет, да, ну, если буду прогнозировать. Но сейчас все складывается в пользу того, что сквиз должен быть, да. Я планирую рассчитать свою позицию таким образом, чтобы все-таки после обновления еще взять часть, если оно действительно будет, потому что эта зараза может просто и пум, и улететь. Это же закрытие шортовых позиций. Так все быстро происходит. Так, бобы. По бобам здесь лонг-приоритет сохраняется. Напомню, что у нас появился лонг-приоритет по сот-индексу еще тогда, когда данные выходили, и это означает, что среднесрочно этот показатель будет работать, на него можно опираться. Я считаю, что если выбирать между кукурузой, бобами, либо пшеницей, то более интересно как раз такие бобы, более безопасно. Я понимаю, что пшеница, она вот в последнее время хороший бутт делала, но это вместе с другими. Да, это на закрытии, опять же, шортовых позиций. Мы видим здесь реализацию рыночного спроса прямо в максимумы. Как раз на обновлении максимума решили много купить. И с большей вероятностью это как раз те шортовые позиции прикрывают. Плюс здесь у нас удержали цену над предыдущим таким маленьким максимумом, что говорит нам о лимитной поддержке. Много продавали, но цену не опустили. И поэтому здесь в принципе есть смысл рассматривать пробой вот этого уровня. Но учитывая то, что по сот-индексу у нас в ближайшее время готовится шорт-приоритет, я просто дождусь шорт-приоритета. Да, возможно, это будет где-то даже вот тут. И я не прокачусь на лонгу. Но бобы, надеюсь, сделают такое же аналогичное движение. По бобам интересный момент. Если кто раньше не заходил, то заходить на пробой этого уровня, взять часть на коррекции, если она будет добирать эту часть с расчетом на то, что цену опустят где-то в район предыдущего минимума. Возможно, даже минимум за текущий фьючерсный контракт, если у вас более широкий диапазон фьючерсный контракт только начался, еще будет торговаться некоторое время. Поэтому здесь можно накапливать позицию. Либо в ETF, который как раз таки имитирует движение цены фьючерса. S-O-Y-B. Вот ETF, который удерживает фьючерсный контракт. Так вот, да, на пробой заходить, часть, небольшую часть, чтобы если улетит все-таки, то поучаствовать в движении, но большую часть накапливать при снижении цены, если оно будет. Таким образом, и соотношение риск-прибыль будет отличным, и получится больше капитала загрузить в эту торговую идею. Фондовые индексы пока стоят, дивергенция развивается, здесь все круто, все прям супер. Выглядит в пользу лонг-сценария. Обновление локального максимума за текущий фьючерсный контракт, закрепление выше уровня объема. Если мы пробились уже выше уровня и там проторговались, это говорит нам о том, что мы уже расторговали эту область. То есть там лимитного предложения не так много, а рыночный спрос достаточно сильный для того, чтобы удовлетворять это лимитное предложение. Плюс много кошмарили и открытый, ой, не открытый, а шорт интерес в последнее время резко рос по фьючерсам. Таким образом, я считаю, что по фьючам еще есть смысл рассматривать лонг-приоритет. Давайте посмотрим спреды. По спредам золото-серебро продолжаю удерживать. Есть смысл добрать позицию, так как серебро провалилось чуть ниже, чем золото. Мы видим, да, здесь более существенное снижение за счет более высокой волатильности. Медь против мазута. Есть смысл уже рассматривать дополнительные точки входа на сближение, так как нефть у нас обновила локальный максимум, а мазут нет. Я считаю, что в ближайшее время у нас начнется схождение по этим инструментам. Рассел против S&P у нас уже практически сошелся, к среднему уже сошелся, поэтому дальше держать позицию особого смысла нет. Есть смысл фиксировать, хоть она и была достаточно длительной для спекулятивной позиции, но в целом сошлись и круто. Так, австралиец против новозеландца в рамках одного месяца высококоррелированные активы. Мы видим, что пока точек спреда нет. Но здесь более интересная точка спреда, это как раз австралиец продавать. В момент, когда австралиец вырастет, новозеландец нет, вот тогда продавать, потому что банк Австралии разочаровал инвесторов на последнем заседании, подняв ставку только на 50 базисных пунктов, на 25 базисных пунктов. Посмотрим, если новозеландец поднимет ставку больше, то на ожиданиях этого поднятия, если рынок будет ожидать поднятия на 50 базисных пунктов, новозеландец вырастет, а австралиец останется на месте. Это для нас снова создает возможность поработать на сближение. Такое у нас было в прошлом году, под конец прошлого года. Так, швейцарец против евро. Пока тоже ничего интересного не происходит. И у нас остается торговая идея в рамках одной торговой идеи на месяц. Мы видим, что здесь основными гейнерами, то есть основными лидерами являются австралиец и канадский доллар, а вот аутсайдерами являются новозеландец и британец. Там вот британец у нас внизу болтается вместе с новозеландцем. И я вижу смысл австралиец против новозеландца продолжать, потому что британец, ну, как по мне, достаточно слаб. Будут выходить данные по индексу потребительских цен. Ожидается небольшое замедление, но у них инфляция 10%. 10% с хвостиком и ПЦ, точнее, это очень много. И я считаю, что это в среднесрочной перспективе негативно будет влиять на курс британской валюты. Поэтому пока австралиец против новозеландца, и тут два варианта. Либо уже взять часть, либо все-таки дождаться момента, когда австралиец делает обновление вот этого локального максимума, и тогда уже накапливать позицию. Потому что, помните, да, здесь у нас область лимитного предложения. И чем ближе цена подойдет к этой области, тем более точечным у нас будет вход. Даже несмотря на вот эти ожидания по новозеландцу, что ставку будут поднимать чуть больше, чем на 25 базисных пунктов. Это просто даст нам возможность более выгодно, ну, больше зайти в позицию по более выгодному кросс-курсу. Вот. Так, на этом все. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, пишите в Telegram. Спасибо за ваше внимание. Если было интересно, поставьте лайк этому видео. До встречи в пятницу на подведении итогов. Помним, что на этой неделе основное внимание как раз-таки на инфляцию. Всем счастливо, хорошей торговой недели. Субтитры создавал DimaTorzok